Добрый день, дамы и господа! С вами Дарт Сидиус, и сегодня мы опять же в игре за Иссла. Теперь мы посмотрим скины Галлимимуса. Вот первый скин. Собственно говоря, вот так вот выглядит у нас Галлимимус в этой игре. По размерам он даже чуть-чуть крупнее Австрораптора. Собственно говоря, так и должно быть. Так, что он делает на левую кнопку мыши? Продвигается правой, ну, ногой левой. Так, на правую кнопку мыши, опять же, никаких действий. На Джей он пригибается. Так, наш, вот так вот мы лежим. Лежим-полеживаем. Прыгать. Да, Галлимимус умеет прыгать у нас. Это, по-моему, очень круто. Вот так вот мы бегаем. То есть, если у Астроптора при беге голова как бы пригибается, то у Галлимимуса она остается на месте. И завивается только тело. Так, ну давайте присядем еще. Вот так вот мы приседаем. Ну, собственно говоря, это все движения, которые умеет пока что делать Галлимимус. Так, переходим к скину под номером 2. Вот наш скин под номером 2. Теперь он такой как бы сверху черный. И вот есть такая желтая полоса. Тоже вы могли видеть на различных картинках к этой игре. Тоже такой известный окрас. Язык, опять же, синий. Я на прошлом скине это не приметил, но здесь он опять такой же синий. Ну, собственно говоря, больше-то и ничего примечательного в этом скине не имеется. На данный момент это все, что я могу сказать по поводу этого скина. Переходим к скину под номером 3. Вот наш скин Галлимимуса под номером 3. Теперь он выглядит как-то еще более мило, чем на первом скине. Так, о, человеческие постройки. Слышите, даже звук шагов есть. Так, интересно, где тут вход. Ну, вот видите, я примерно ростом с забора. Если теранозавр был гораздо выше, то я примерно где-то с забора. А перепрыгнуть я не могу. Нет, боюсь, не хватит. У астраптора, мне кажется, получилось было, а то у меня вряд ли. Ну, довольно-таки, как видите, я крупный. То есть, вот, допустим, хаммор. Я выше хаммора, то есть где-то метра 3, может чуть больше. В длину я где-то около 6 метров. Ну, собственно говоря, как и должно быть. Ну, что ж, вот такой вот у нас полосатенький скин под номером 3. Чем-то страуса ему напоминают. Переходим к скину под номером... А, иклюв черный. А язык... Все равно синий. Переходим к скину под номером 4. Вот наш скин под номером 4, который я назвал Билайн. Живи на темной стороне. Ну, я же Дарт сидю все-таки, поэтому на темной. Ну, вот такой пятнистый, скорее... Если я говорил про второй скин, то что вы его могли где-то видеть на картинках к игре, то я ошибся. Скорее всего, вы могли видеть вот этот скин. Почему-то я респавню все время в одном и том же месте. Это странно. Вот этот скин вы могли видеть. Мне кажется, он один из первых. Так, язык уже не синий. А нет, синий, кому я вру. Ну, вот очень крутой. Вот где там была одна желтая полоса, то мне кажется, этот скин можно просто вырезать и оставить вот этот. Оставить вот этот, потому что этот выглядит как доработанная часть того второго скина. Так, а в таком положении я могу двигаться? О, прикольно. Это очень круто выглядит. Особенно, как он когти подворачивает вовнутрь, как бы, чтобы не повредить. Так, ну что ж, это был наш скин под номером... Так. Под номером 4, прикольный скин, под номером 5. Вот наш скин под номером 5. И теперь големимуса окрасили в зелёный цвет. Каким мы его, грубо говоря, видели в мире юрского периода. Только там он был чисто зелёный и такой чешуйчатый. Здесь, как вы видите, помимо окраса имеются объёмные такие волоски. То есть кажется, как будто он оперённый. Собственно говоря, возможно, именно так големимусы и выглядели. Так, а язычок? Всё время синим у нас он будет, походу. Он не изменен. Да, ну очень неплохой окрас. То есть очень красочный. Если остальные как-то... Что-то коричневый, чёрный с жёлтым. То есть здесь это у нас зелёный окрас. Как видите, можно маскироваться на фоне травы. То есть, по сути, вот так вот нас сложнее заметить. А так мы даже беззвучно. Да, очень хороший окрас. Не забывайте, что можно комментировать видео. Комментируйте само видео и каждый скин. А можете зайти в группу и проголосовать за понравившийся вам скин големимуса. Ну, не проголосовать, а написать. Мне понравился номер такой-то. Так, ну что ж, а мы переходим к скину под номером 6, так я понимаю. Вот наш скин под номером 6. Теперь он такой синий. Тоже очень неплохой скин. Также имеется такой пушок как бы на теле. И вот эти синие полоски на таком светло-голубом теле выглядят очень прекрасно. Ему просто идёт. Ну и раз уж так совпало, предлагаю... Так, извиняюсь за этот звук. Предлагаю дойти до Шантунгазавра. Точнее, добежать и померяться с ним размерами, как бы, грубо говоря. Шантунгазавр очень огромный, и это бот. Потому что Ник, если бы это был игрок, Ник был бы светился где-то выше. То есть, вот смотрите, я где-то 3 метра ростом, а Шантунгазавр даже все 4. Длину все 16 метров. Он больше Терранозавра. Просто офигенно. А я такая мелкота, козявка такая. Я могу просто под ногами у него ходить вот тут вот. Ля-ля-ля, вот так вот. Под хвостом могу спокойно ходить у него. Просто без проблем вообще. Нижняя челюсть у нас, ну, вот, более такая светлая. Ну, окрас тоже очень хороший. Как, собственно говоря, и все. Я буду скинохвалителем. Скинохвалителем, то есть, как было в Ковене. Очень хороший скин. Очень-очень хороший скин. Так. Даже когда прыгаю, я все равно не касаюсь хвоста. Ну что ж, это был наш скин под номером 6. Перейдем к скину под номером 7. Скин под номером 7, как это неудивительно, это Галимимус Альбинос. То есть, видите, у него опять же белый окрас тела. Такие сероватые ноги ниже голени. Точнее, голени синие. Вот. И... Так, нет. А язык все же синий. Но, ну что ж, хоть что-то должно оставаться неизменным. То есть, эти скины альбиносов, они довольно-таки хороши. То есть, они не помешают. То есть, помимо красочных окрасов, у динозавров, как и у современных животных, иногда, я уверен, случались такие, так сказать, дефекты в окрасе, когда рождался альбинос. То есть... И это неудивительно. И я считаю правильным, что обязательно нужно было добавлять эти скины в игру. Очень хорошо выглядит. Ну, он даже такой не белый, но благодаря пушку, конечно, который вот у него на теле такой более-менее объемный, он, конечно, смотрится лучше без пушка. Он чисто такой чешучатый и белый. Мне кажется, он смотрелся бы гораздо хуже. Ну что ж, и настало время последнего скина Галимимуса, доступного на данный момент в этой игре. Это номер 8. Собственно говоря, девятый скин, это, скажем так, продолжение скина под номером 2. То есть выглядит почти абсолютно точно так же, только более темный, темный такой черный, вот прям еще темнее, чем у второго скина, и более светлая желтая полоса, даже такая светло-оранжевая. Ну, это, собственно говоря, в остальном это все тот же скин под номером 2. Ну, а как-то на внешний взгляд он все же кажется немного другим. Даже лучше. Чем стандартный. Мне вот интересно, легаться я умею, а есть как, вот если вот траву, там вот есть мне захочется, это пока что... О, нифига себе. То есть это так я приветствую хищников, да? Вот такие голосовые команды имеются у нас. Понятно. Ну, это все не для видео, это уже сами там там посмотрите, если купите эту игру, конечно. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу и выбирайте понравившийся вам скин. А также оставляйте комментарии по поводу видео. Ваше мнение для меня немаловажно. Ну что ж, с вами был Дарт Сидиус, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, до скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok